Всем привет! В этом видео я хочу рассказать о своем опыте книжной иллюстрации, о том, как я первый раз делала художественное оформление целой книги на 236 страниц и о ее верстке. Совсем скоро выходит первое издание на русском языке книги Дуэйна Элджина «Добровольная простота», и именно в ее издании мне посчастливилось поучаствовать. Впервые она была издана более 30 лет назад, но сейчас, когда у нас такой кризис, экономический, когда люди остаются без работы и когда в целом мы живем в непростое, странное, абсолютно нестабильное время, она как никогда актуальна, как ничто другое может изменить ваше мировоззрение, какой-то жизненный подход и внести осознанность и осмысленность в будничное существование. Пусть в самой книге прямо и не говорится о минимализме, в котором я живу 2014 года и который связан со всеми сферами моей жизни и духовной, и с окружением, с обществом, естественно материальной, во всем том, что связано с вещами и потреблением. Тем не менее, все ее идеи очень и очень близки к моему обожаемому минимализму. «Добровольная простота» очень напомнила мне книгу, с которой начался мой осознанный жизненный путь. Это «Искусство стильной бедности» Александра фон Шенбруга. Абсолютно другими словами, идеями, советами и способами эта книга показывает нам, насколько общество и человечество погрязло в этой бессмысленной капиталистической гонке за каким-то мнимым успехом, за потребительством, за желанием накопить побольше, чем другие, выглядеть лучше, чем другие, желанием вызывать зависть. И с полным отсутствием настоящего человеческого счастья и духовного роста личности. И «Добровольная простота» дает ответы на это на все, практически на все. И дает способы выхода из этой системы и перехода в осознанную, полноценную, счастливую жизнь. Я очень согласна со своим руководителем и редактором книги Глебом Тюрином в том, что эта книга на самом деле очень не американская по духу, и она близка нам, русским людям. Думаю, вы сразу это почувствуете, едва начав первую главу. И я действительно очень рекомендую ее к прочтению, к приобретению, потому что если вам интересна тема минимализма, тема осознанного потребления, счастливой жизни, простой жизни, экологичной жизни, то эта книга точно для вас. Независимо от возраста, пола или вероисповедания, эта книга подойдет всем. Я считаю, что она нужна всем, потому что каждый хочет быть счастливым. Думаю, можно приступить к рассказу о моем вкладе в издание этой книги, о ее художественном оформлении, поиске идей для иллюстрации и, конечно же, создании обложки, верстки, обо всем этом. Мне хочется вам показать по-настоящему внутренний процесс, то есть как создавались документы, по которым делались иллюстрации, как происходило все это планирование, выборки каких-то текстов, фрагментов, идей, наработка. Очень и очень подробно и непосредственно глядя на мой компьютер. Это был мой первый опыт. Книгу я иллюстрировала впервые. И, конечно же, кроме как почитать в интернете и посмотреть видео, как это делали другие, у меня никакого опыта не было. Конечно же, мне хотелось работать в первую очередь за идею. Я настолько сильно люблю минимализм, что мне хочется продвигать это, особенно в умы молодежи. И после того, как мне прислали текст, как я с ним ознакомилась и прочитала всю книгу, я убедилась в том, что да, это мое, я очень хочу с этим работать. Но и издателям нужно было показать, как я рисую, на что я способна и какое у меня в целом видение оформления этой книги. С первого раза, конечно, очень сложно представить себе общую картину. После того, как издатель прислал мне конкретные фрагменты, на которые хочется посмотреть, как я вижу ту или иную иллюстрацию, я сделала свои скетчи и оформила их так, как видела на вот просто на цельной странице книги, не вписанной в текст. То есть это картинка абсолютно не вписанная в текст, а занимающая отдельную страницу. Мы пошли дальше и решили включить в оформление работы классиков. Так, чтобы это лучше сочеталось с коллажами и моими какими-то маленькими скетчами, были выбраны именно скетчи, наброски и работы в графике тушью и карандашами этих же классиков. Сразу было известно, что книга будет не цветной, то есть все иллюстрации будут черно-белыми. Но, несмотря на это, я делала коллажи с использованием цветных каких-то обрезок, скотчей, мазков краски. И, конечно, это в последующем пришлось переделать. То есть я здесь совершила ошибку. Маленько о том, как делалась обложка. Фотография уже была. Все, что оставалось, это сделать дизайн корешка, задней стороны обложки и все это оформить красивым стильным шрифтом, который будет привлекать. Работа над обложкой была для меня самой легкой в процессе создания художественного оформления книги. Конечно же, это связано с тем, что я прекрасно владею фотошопом, я чувствую фотографию, я прочитала в свое время очень много книг про дизайн шрифтов, про их использование. И здесь вообще никаких проблем не возникло. Практически приняли первый вариант. После того, как мы определились, что будем использовать работы классиков, их виньетки, наброски, графику, было решено создать приблизительно по пять иллюстраций на главу. Глав всего семь, точнее шесть и очерк редактора Глеба Тюрина. И в каждой главе мы вместе с ним находили вот эти фрагменты, которые стоит проиллюстрировать. При этом каждая картинка, каждое изображение должны быть полноценными, иметь возможность существовать и вне текста, чтобы вызвать у человека какое-то графическое восприятие и осознание, но и быть связанными с текстом. Был создан план по иллюстрациям, в которых был перечень основных идей, уже более подробных, примерно по пять картинок на главу. Далее классики. Боже мой, со сколькими художниками я познакомилась. Это вообще, мне, я не знаю, у меня нет художественного образования, я, извините, социолог, преподаватель социологии, но это действительно было восхитительно и очень увлекательно. Какой-то из великих классиков очень мрачный по стилистике своих работ. Кто-то же наоборот такой простой, любит природу изображать, кто-то лица людей, все были такие разные, и это очень и очень было интересно искать среди там нескольких сотен их работ, их графики, их скетчи, то, что подойдет именно нам, подойдет в книгу. Теперь мы перешли к папке, в которой я работала и занималась сортировкой десятки часов. Это папка, где все было отобрано под темом. То есть кратко описана идея в двух словах, что нужно проиллюстрировать, и дальше на выбор были накиданы картинки, из которых и нужно было определиться, что будет использоваться в книге. Плюс каждое изображение нужно было обработать в том же фотошопе, сделать его правильного формата для использования, возможно, что-то добавить. После конкретного определения с тем, что у нас и где будет, был создан вот такой список иллюстраций. Уже не план иллюстраций, а именно список. Он тоже в процессе верстки менялся, но вот это один из его вариантов. Конечно, я и сама создала, то есть нарисовала несколько иллюстраций, это помимо своих коллажей, приблизительно по одной в каждую главу. И если изначально я думала, что все, что от меня потребуется, это нарисовать лесочек или веточку или птичку, то нет, все оказалось серьезным. И я делала изображение костра, города, дома будущего, то есть даже футуризм, когда я вообще раньше его не рисовала. В общем, открывала новые грани своих талантов и старалась как могла. После вот этой, назовем это грязной сортировки, была уже сортировка чистовая. Это финальный отбор всех иллюстраций для каждой главы, которые утверждались создателем, которые вот прямо все, вот они точно идут в верстку. Здесь вот также помимо папок вы видите коллажи с цитатами, которые есть на протяжении всей книги, и иконки и элементы, которые также используются на страницах. Также в книге три раздела. И для этих разделов тоже нужны были свои иконки. Мы использовали шмутс-титулы, то есть страницу, на которой указывается название раздела и сделана иллюстрация изображения. Была замечательная идея использовать что-то из Леонардо да Винчи. Также у меня были отдельно отобраны изображения для использования в коллажах. Это были сканы и фотографии какой-то рваной бумаги, кусочков скотча. В общем, все то, что я так люблю и что использовалось мной в оформлении коллажей с цитатами на протяжении всей книги. Мы выбрали шрифт, и вот, пожалуйста, несколько готовых коллажей я вам сейчас показываю. Также была идея использовать какие-то небольшие элементы у подзаголовков, которые есть в книге, и просто на пустых местах страницы. Была идея сделать пчелок, либо муравьев, использовать вот эти пунктирные линии, но мы остановились на обожаемых мною веточках, и они есть у каждого подзаголовка. На этом работа по созданию иллюстрации и художественному оформлению в целом закончилась, и началось самое для меня сложное – это верстка. Я делала ее в программе Adobe InDesign, и вот, пожалуйста, специально для типографии были сделаны в нескольких форматах варианты готовой книги. Конечно, все показывать не буду, только фрагментики, начало, библиографическую справку, и хочу показать, как это выглядело непосредственно в самой программе. Обложка тоже верстается, как и книга. Ну вот, хочу показать мою страничку про художественное оформление, использованные иллюстрации и то, как это все выглядит, то есть название и страница. Я очень буду рада, если вы приобретете эту книгу. Будет аудиоверсия, электронная версия и, конечно же, печатная. Для того, чтобы осуществить издание этой книги, была создана краунфандинговая компания. Собрали достаточное количество средств, поэтому то, что она вообще выйдет в свет и уже совсем скоро начнет продаваться – это, конечно, заслуга людей, которые поддерживали этот проект и эту идею. Я безумно рада, что получила такой опыт, что освоила целую новую специальность верстальщика, но мне еще учиться и учиться, я прекрасно это понимаю. И, конечно, это восхитительное чувство, когда становишься частью чего-то такого, что будет существовать, даже когда уже не станет тебя. Я очень сильно люблю книги и теперь знаю, насколько сложно их создавать. Мне очень хотелось рассказать о своем опыте, все подробно показать, все этапы, все процессы. Я очень рада, что сняла такое видео. Огромное спасибо издательству «Живая провинция» и Глебу Тюрину за то, что пригласили меня в этот проект. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!